Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из шатра Авраама. И мы сегодня будем продолжать говорить на тему иудаизма и христианства, развития взаимоотношений. И если вы помните, в прошлый раз мы начали рассматривать такую тему, что такое благая весть или Евангелие. И хочу сразу сказать, что это слово Евангелие для еврейского уха, оно очень неприятное. Это греческое слово. И объясню почему. Хотя это греческое слово, которое переводится как благая весть. Благая весть это хорошее понятие. Благая весть понятно. А вот Евангелие очень плохо. Почему? Потому что с этим словом связаны очень негативные воспоминания в каждой еврейской семье. Потому что были негативные взаимоотношения. И Холокост отчасти тоже это продукт того христианства, которое было в то годы в Германии. Это тоже было протестантское движение. И поэтому евреям на ухо это слово, оно враждебное. Например, вот, например, фашистский крест. Да, вот это четыре буквы. Свастика, да? Да, свастика то, что называется. Ведь это же они позаимствовали. Это древний символ. Да, древний символ, совершенно все. Но почему он уже сегодня неприемлемый никому? Вот на заборе видишь и плеваться хочется, да? Или где-то если молодежь там себе делает наколки. Плеваться хочется, почему? Потому что после фашизма это загадили. Поэтому также слово Евангелие, оно не употребляется в еврейском народе. Но мы будем понимать, о чем мы говорим. Потому что мы же живем все-таки здесь, большая часть людей называют себя христианами. Вот, и мы разберемся, что такое благая весть, глубже еще немножечко. Вот, часто люди, которые ходят на наши уроки, они потом задают вопрос. Те, которые были вот в христианстве, как и я вначале тоже попал в христианство. И одна девочка ко мне подошла и говорит, ну как мне это понять? У меня весь ум с этим борется. А я ее очень понимаю, потому что, представляете, я сам вот ходил, когда на уроки Торы. Я целый год не мог это принять. Не мог принять, потому что, ну я сколько-то лет слышал одно. И я задал себе вопрос, почему я никогда не задал вопрос о себе. Вот, ну даже по отношению к Иисусу, что как человек может быть Бог. Вот, вот как-то говорили так, я за чистую монету принимал, но что мне обидно стало, что я даже внутри себя, вот, не задал вопрос. И многие говорят, а я всегда задавал такой вопрос, но не получал ответ. Многие так говорят, ну я вот не задавал такой вопрос. И это для меня самого было очень удивительно. И я просто задумался, так как у меня получилось. Ну вот было негативное состояние внутреннее такое. Я помолился Богу первый раз в жизни. Я сказал ему, Господи, если Ты есть, приди в мою жизнь. Вот такая у меня была молитва. И как-то он пришел. Я это и понял, и почувствовал. И у меня стало очень хорошее ощущение. У меня решились там очень серьезные вопросы, которые долго не могли разрешиться. И я помню, вторая у меня такая молитва была, что, Господи, только не дай мне этого потерять. Вот я даже не знал, как это называется. Ну как выразить мое ощущение вот это, вот это ощущение связи. Я не мог это выразить как-то. Но я же понимал, что он меня понимает. Это я ему говорил один на один. Что не дай мне никогда этого потерять. Я просто многие вещи начинал в жизни и бросал, не доводил до конца. А это, говорю, и тут я понимаю, что я не хочу здесь сойти с дистанции. Я хочу, чтобы вот это вот то, что я сейчас приобрел, вот это внутреннее состояние, чтобы оно было всегда. Но только потом я понял, что это состояние, оно часто меняется. Это вот чувства, это эмоции. И я понял, почему я не задавал вопросы. Вот из-за вот этого состояния, вот этого эмоционального очищения, вот какой-то новой вот этой вдохновленности, скажем так. И из-за того, что я был благодарен Всевышнему. Я все это принял за чистую монету. И все хорошо, христианство, христианство я не очень понимал, ну, в начале. Но я понимал, что есть Бог, а дальше уже начали люди учить своему учению, как бы, да. Вот. И из-за благодарности, что действительно Всевышний проявился, как-то не задавал себе вопросы. Но чем дальше уже человек учится и входит в тонкости, и состояние, то оно, ты вдохновлен, то тебе грустно, то... То есть потом идет все как нормально. Но надо научиться это состояние. И вот, смотрите, во все же времена, вот посмотрите, даже язычники, вот они всегда пытались вот это состояние медиативное, как бы, да, как бы поддерживать внутри. Кто-то прыгал у костра, вызывая духа. Помните, бубен шамана там, это. То есть все время будоражили в себе эмоции. Сегодня люди, вот есть, например, прославляют, когда, да, вот протестантцы, все вместе поют Богу. Ну, классно же, классно. Люди соединяются в такой хвале, в эмоциях, в чувствах. Они поют. Это хорошее явление. Хорошее явление. Оно будоражит вот эти вот чувства. Оно наполняет, вот это дает состояние вдохновленности. То есть человек, как бы, как подвпрыскивает себе в душу вот эту вот силу вдохновения, скажем так. Это полезное состояние? Это полезное состояние. Другие есть медиативные практики. Заметьте, есть вот, например, буддисты. Они занимаются там тоже, они тоже, вот вы послушайте, говорят о состоянии наслаждения, состоянии блаженства. То есть вся речь идет о чувствах. Вся речь идет о чувствах. Но это очень обманчивое, это хорошо, это полезно. Но это очень обманчивое такое явление. Обманчивое такое явление. И здесь важно вот понять почему. Важно понять почему. Вот говорил Всевышний через пророка. Люди, остановитесь и задумайтесь. И поднимите глаза на высоту небес и поймите, что я Бог. Задумайтесь. То есть все равно он призывал к разуму. Призывал к разуму. Какое бы эмоциональное состояние не было. И сегодня вот многие ищут тут постоянно служение исцеления. И все поют, молятся, сейчас Бог будет тут исцелять и так далее. Все время ищут каких-то впечатлений, ищут каких-то вдохновений. Я с одним человеком разговаривал. Я говорю, смотри, ну хорошо, ну исцелил Всевышний там на вашем служении там три человека, там два одного. Хорошо. Пойди в больницу Мечникова. Там за день исцеляется столько руками врачей. И это абсолютно божественное. Потому что врачи от Бога, лекарства от Бога. Ну и что? И хорошо, и слава Богу. У них тоже вокруг больницы Мечникова жить туда не переходит. Нормальное явление. Эмоции. Человек рад тоже, когда исцелился. Врачи сделали, он благодарит Бога за исцеление. Нормальное явление же. Но важно, он говорит, задумайтесь. Важно понимать, что происходит. И поэтому в Торе сказано, что с чего все начинается. Вот пророк Ишаягу говорил. Сегодня ходит много разных религиозных людей. С горящими глазами. Разные есть наименования. И свидетели Еговы, и мормоны. И каких только сегодня нет динаминаций конфессий. Я не стараюсь говорить о них плохо. Вы не подумайте. Просто разобраться, что происходит. Но есть какое-то разумное понимание. И когда начнется любовь к ближнему своему, среди всех верующих людей, то пророк Ишая говорил такие слова, что когда услышат слова книги, то есть Торы, услышат слова к разуму, и тогда прозрят из тьмы и мрака. И получается, что вот это слова, самое главное, это учение, это то откровение, которое Бог дал человечеству. И это здравость вот эта. Надо понимать, вот как волю Всевышнего, законы Всевышнего, где это эмоции, где ты должен, где это твоя ответственность, и где твоя обязанность. Нельзя все свести на вот это эмоциональное состояние, я верю, я верю, все будет хорошо. Есть же какая-то и здравость тоже, да. И там так сказано, что они услышат слова книги. То задается вопрос, почему люди не слышат. И сказано так же, что слово вот это, да, Тора Всевышнего, оно разбивает твердыни в голове человека. Что такое твердыни, то объясняют мудрецы, твердыня в уме человека, это как будто человек, сидящий в тюрьме. Вот что такое человек, сидящий в тюрьме? Ни к нему никто не войдет, ни от него никто не выйдет. У него закрыто. Вот так есть состояние, когда у человека есть свое мнение, свое мировоззрение. И он не хочет ничего нового принять, ни от чего отказаться. Вот часто есть такие верующие люди, вот в них вложили вот так, и ты ему говори, не говори, как будто не слышит. Вот ему говоришь просто и опираешься вот на Тору, на понятия. Это ж не я придумал, давай вот разберем, как это вот написано. Вот человек не слышит. И ты видишь, что с ним даже говорить бесполезно. То есть на этом уровне он не хочет сейчас ни в чем разобраться. В еврейском подходе так не принято. Ответственно сказано, надо во всем сомневаться. В хорошем плане этого слова. Не в Боге. А в том, как правильно поступить. Потому что нет однозначного позиции. Что сегодня надо подставить щеку, а сегодня надо бить. И надо разобраться, какая ситуация. Нет каких-то определенных шаблонов на каждый день. По-разному все. Надо разобраться. Поэтому надо сомневаться, надо размышлять. Теперь перейдем вот вот это слово, да, как оно разбивает твердыни. Когда человек так и да задумывается, поднимает глаза на высоту небес и начинает слышать слова книги, то постепенно, постепенно вот эти твердыни рушатся. Твердыни рушатся. Человек начинает что-то новое видеть, что-то новое принимать, что-то новое воспринимать. И вот тогда, там же дальше, вот почитайте, если у вас есть в тонах пророчества, там написано. И дальше бунтующие перестанут бунтовать, облуждающие духом обретут мудрость. Почему? Сегодня много людей ищут разные конфессии, разные какие-то философии, люди ищут духовную пищу, но сказано, что они блуждающие. У них нет ответа. Там что-то поучат три года, там что-то поучат, там почитают, туда походят, сюда походят. А душа недовольна, блуждающие духом. А когда они обретут мудрость, когда услышат слова книги, то, что действительно Бог дал с небес. И вот тогда они перестанут блуждать, они утешатся, наполнятся, наполнятся миром. И бунтующие, кто такие бунтующие? Пока человек не успокоился, не остановился, не попросил Бога, не поднял туда глаза и не начал слушать, он так и бунтует по жизни и от этого лучше у него не понимает, ну, не получается. Лучше не становится. Но пока он успокоится, пока услышит слова книги, тогда перестанет бунтовать. Тогда у него начинается процесс, вот это воссоединение, восстановление. И начинается в жизни приходить от Бога все хорошее. То есть все равно должно быть желание человека, желание человека изучать. И написано, что в последнее время люди захотят изучать. Они захотят изучать Тору. Они поймут, что они унаследовали чету и пустоту, то есть слишком мало из того, что Всевышний дал нам человечеству. И это большое богатство. Люди захотят это учиться. Мы сегодня видим, мы находимся в этом процессе. Теперь немножко посмотрим, вот есть понимание благая весть. Откуда оно взялось? Понимание-то очень хорошее, правильное и очень своевременное. Вот в чем вопрос. И это действительно должно произойти и происходить. И за это есть большое благословение от Бога. Люди, которые несут другим благую весть, это очень благословенные люди. Для них открывается прямо небо с особенной силой. Потому что это как команда Всевышнего. И это нееврейским людям тоже относится. И написано, что в последнее время это особенно будет проявляться. Но вот в чем вопрос. Надо понять, что такое благая весть. Что такое благая весть? Потому что можно подменить само понятие слова. Вот есть слово любовь. И есть разные люди, которые по-разному его используют. Ну, в семье, например, или в доме прелюбодейства. Слово-то говорят одно и то же. А понимают разные вещи. Так же самая идея благой вести. Она была просто изменена. И приписывают ее, что это Иисус сказал это делать. Но он никогда этого не говорил. И это подтвержденные факты. Но люди не хотят этого видеть. Не хотят этого заменять. Хотя, как бы там ни было, все равно эта благая весть работает. Потому что есть там искры святости. Надо понять, о чем она благая весть. Потому что начинается все хорошо, а потом продолжается уже все совсем иначе. И получается, как начинается, человеку говорят, тебе нужен Бог. И Бог приходит в жизнь человека. А потом начинают рассказывать разные идеи. Вот я просто свое воспоминание. Когда мне... Я же не знал, как с Богом вообще познакомиться. И мне рассказывали. И мне вообще, когда мне рассказывали, мне просто говорили, тебе надо помолиться Богу. И попросить у Него прощения за все. И попросить, чтобы Он пришел в твою жизнь. Вот попался здравый человек, так просто мне объяснил. Ничего не рассказывал про Иисуса, про крест. Там, про вот это все, что Он Бога человек. Ничего этого я не знал. Я просто помолился Богу. Так и сказал Господь. Просто Богу помолился. Я как понимал? Понимал, который все создал, хозяин мира. Помолился я Ему. В моей жизни произошли хорошие перемены. А потом мне начали учить, что такое благая весть. И что я должен делать по этому поводу. И вот тут вот уже прошли видоизменения. Я долгое время не мог это понять. Но сейчас, когда я уже учу, я могу немножко разобраться. Вы знаете, мы проводим детские лагеря. И у нас же они как... Ну... Они наполнены духовными знаниями, но они не призывают никакой религии. И это правильно. Ребенок сам потом себе выберет, какую религию он будет. Вначале ему надо подложить основание под ноги. Вот у нас, например, партия длится 10 дней. И 10 дней я выхожу у детей, а по 15-20 минут рассказываю немножко таких божьих историй, короче говоря. И я начинаю каждый раз с одних и тех же слов. Я говорю, ребята, вы должны запомнить, у этого мира есть хозяин. Вот мы говорим, Господь Бог, у этого мира есть хозяин. Эту надо истину запомнить. И уже ты в подсознании, ты понимаешь, нельзя беспредельничать в этом мире. Нельзя делать, что попало. Раз у мира есть хозяин, будет тебе наказание, если ты будешь нарушать какие-то вещи. Потом мы им рассказываем за потоп, как люди пошли против Бога, как он создал радугу, семь запретов, которые нельзя, чтобы не уничтожать друг друга, чтобы не делать зло. Все понятно, все гениальное просто. И они не знают, они знают, что есть Бог, у этого мира есть хозяин, и что есть запреты, которые нельзя нарушать. А дальше они уже будут учить, уже как кого, кто как сам себе выберет этот путь. Так же? Вот это вот важная идея, ну, в принципе, что такое есть благая весть. То, что это важно, это важно. На самом деле написано в Танахе и везде, что мое слово должно наполнить землю, как воды наполняют море. Это говорили пророки. То есть это задание Всевышнего, чтобы так оно было. Но давайте посмотрим, как на это сам Иисус реагировал, что он говорил. Он говорил, я пришел призвать грешников к покаянию. Впоследствии, в посланиях написали это так, что он пришел примирить людей с Богом. Через что? Через покаяние. Потому что первый шаг какой, когда человек говорит, прости меня, Господи, за то, что я не знал Тебя, за то, что я не общался с Тобой. Причем это же не значит, что это должен быть какой-то там страшно-страшный человек, у которого все плохо. Это может быть с виду очень респектабельный человек, которому внутри так жить надоело, что он просто воет, его душа воет, и он говорит, Господи, приди в мою жизнь. Через покаяние, через просьбу, вот это, начинается вот эта вот связь. И здесь очень понятно, люди часто цитируют, вот для этого не надо быть Богом, чтобы такое сказать. Иисус сказал это как человек, я пришел примирить вас с Богом. Вот берут какие-то вырезки из Писания, говорят, вот написано, я и Отец одно. Ну хорошо, это так же, как и любовь. Что имеется в виду? Я и Отец одно. Ты это и Отец, или как? Я и Отец одно. Тогда, когда Иисус молится, учит учеников молиться, молитесь так, Отец Небесный. Он что, сам с собой разговаривает? Тоже с одним я разговаривал, говорю, смотри, это же очень просто. Вот как у нас, вот тут есть человек присутствует, он долгое время был там в местах лишения. И он говорит, к нам приходили христиане, я говорю, а что ты не пошел туда? Он говорит, я не могу понять, как это, мне говорят, вот человек это Бог. Я не могу это понять. Я им говорю, они говорят, ну вот, если Отец Бог, то и Сын же Бог. Он говорит, ну как это, если Папа генерал, Сын же не генерал. Он сын генерал, это разные вещи. Если Папа президент, Сын не президент. И так же, я и Отец одно. Это же очень понятное послание, да, вот, например, ну, есть у нас посольство. Посольство говорит от имени своего государства, оно ничего не выдумывает свое. Или, например, армейскую взять. Пришел какой-то полковник к солдатам, и говорит, приказ такой-то, делаем так-то. Они говорят, у нас есть командир. Он достает бумагу, говорит, я и командир одно, он меня послал. Так и человек Иисус, он говорит, я говорю то, что слышал от Отца, передаю вам это откровение, примиритесь с Богом. Вот в чем благая весть, что человек, который грешник, который оторван от Всевышнего, его задача как? Восстановить взаимоотношения, как в Эдемском саду было. Первый человек, он общался с Богом, а потом выполнял весь фронт работ, который называется жизнью. И когда вот эта связь нарушается, вот это все, это все идет совсем иначе. Поэтому вот эта точка восстановления, вот самая главная благая весть. В чем она заключается? Примиритесь с Богом. Но на самом деле эту благую весть видоизменили. Но мы посмотрим, как оно на самом деле было сказано. Вот сказаны такие слова, кто будет веровать, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И тоже люди под эти фразы, что такое веровать, что такое спасен, что такое осужден. Ну под все эти три слова можно подставить любую, или сам догадайся, или как мы тебе расскажем. Что такое, кто будет веровать? Ну вот вы сами можете себе представить, что это за выражение? Можно как угодно это понимать. А в другом написано, вера без дел мертва. Так мертвая вера тоже подходит? Без дел. Без выполнения заповедей, без соблюдения законов. Это же мертвая вера, написано как тело без души. Просто. Ни о чем. Не меняется жизнь. Ничего не меняется. Человек говорит, я верю. То надо немножко разобраться, веровать во что. Что значит спасен, и что значит осужден. И мы понимаем, что вот это слово веровать, это не событие, как многие думают, это процесс. Так же? Это процесс. Разница есть, или одна точка. А вот это вот примирение с Богом, часто это событие. у других людей. И вот тут интересно есть выражение. Вы знаете, в христианстве есть выражение рождение свыше. Рождение свыше. Такое выражение. Ну, кто, может быть, знает, кто слышал. Вот. Что это значит, рождение свыше? Это вот, вот эта точка, точка примирения. Вот это вот событие. Это когда человек принимает решение, просит прощения у Всевышнего, и начинает с ним вот эту вот связь. Вот он присоединился, скажем так, а дальше начинается длинный процесс. Это всего лишь начало. И часто там спорят, может человек потерять спасение, или он не может. А если он сегодня приобщился, а через три дня опять отсоединился и грешить пошел. И целые дебаты по этому. Почему? Потому что сама идея спасения неправильная, она тоже не такая, как она есть на самом деле. А следующий шаг какой? Вся остальная жизнь. Молись, трудись, учись, да, и влияй, святий с Божьей помощью. Это вся остальная жизнь. Вот это вот путь веры, как бы, так же? И вот на втором вот этом этапе многие разочаровываются. Потому что, когда людям говорят, вот это самое главное, поверь, что Иисус умер за твои грехи. Человек не может умереть за твои грехи. Ведь было же четыре тысячи лет до Иисуса. Четыре тысячи лет. Люди умирали. Люди грешили. Люди каялись. Наказывал Бог людей. Люди обратно восстанавливали с ним отношения. Вот мы видим даже, как Адам на 130 лет разошелся со своей женой, потом обратно восстановил отношения. И Каин тоже согрешил, потом покаялся. Эта жизнь была четыре тысячи лет до Иисуса. И когда речь подставляется, слово спасение, это что ты пойдешь в рай и говорится, что только через эту религию, только через вот такие вот какие-то знания. А другим людям что делать? Что делать там миллионам-миллионам мусульманам, которые верят в единого Бога, другим народам, которые верят в единого Бога? Что делать? Четыре тысячи лет люди умирали. Они в рай не попадали? Авраам, Давид, Маше, все остальные, кто до Иисуса жил. Что Всевышний как-то перекроил там небо под определенную религию? Когда цитируют, «Я есть дверь, только кто мной войдет, и выйдет, и пажить найдет». Это цитаты. Это цитаты. Это я как немножечко смеюсь, что когда, вот помните, приватизация началась, приходят евреи и говорят, можно мне приватизировать метр границы? И говорят, а зачем? Говорят, чтоб чемодан пролазил. Я буду первый таможенник у вас. Приватизирую вот метр границы. Так и тут приватизировали дверь в рай. Но это смешно. И это не по Писанию. И это не по Писанию. Потому что вот это слово «спасение» это немножко совершенно другое понимание. Вот мы с вами сейчас изучаем храм. И мы изучаем там три отсека. Это три этапа. Вот это и есть три этапа. Первый этап – там, где приносится жертва, грехочистительная. Там, где человек, вот то, что называют рождение свыше. Потом он намывается в умывальнички, заходит. И тут у него изучение. Тут у него добрые дела. Тут он строит свои взаимоотношения с Богом. И это процесс длиною в жизнь. А там что? Там занавеска. И занавеска отделяет вот там, где Всевышний находился. И так и нам люди говорят в рай, так войдем, всякое. Кто это знает? Есть разные описания, есть догадки. Везде написано, что мы там, нам дано знать, как бы сквозь тусклое стекло. Это даже в Библии написано. Мы не знаем, как там. Всевышний закрыл это от наших глаз. Есть какие-то понимания, есть какие-то... Но мы не можем узнать здесь еще и утверждать, что только вот так. Вот он сказал, я есть дверь. Он такого не говорил. Нормальный еврей такого бы никогда не сказал. Это греки так описали. И это так захотелось, чтобы, ну, все хотят быть главной религией. Не надо главной. Все люди нормальные, все люди имеют право верить во Всевышнего, прожить достойно эту жизнь. И потом, а там за занавеской, и там уже он решает. Наша задача здесь сделать то, что нам открыто. А там за занавеской вот это понимание спасения, например. Ну, например, в еврейском понимании совсем другое. Вечные муки. Вот что такое вечные муки? Вечные это что, навсегда? Это мы верим в такого любящего Бога? Так объясняют нам мудрости, что вечность это просто другое измерение. Это жизнь после жизни. Оно называется вечность. Поэтому, когда душа выходит из тела, там в вечности есть какие-то муки души. И описывают гадательно так, или так, как сквозь тусклое стекло, что душа, которая тут в теле, она же впитывает все свои желания, амбиции. Когда она выходит из тела, она разочаровывается, она горит от стыда. Она понимает, насколько тщетно человек прожил свою жизнь. Вот это муки ада. И какое-то время, есть время очищения, пока она идет туда в вечность. Есть какие-то более там, такие страшные негодяи. Там какое-то более серьезное наказание. И так далее. Но это опять, это же мы знаем, как бы гадательно. Как бы гадательно. Поэтому взять и сказать, что только вот так в нашу религию ходят. А сердито. Это очень сердито. Это вообще не характер Всевышнего. Всевышний до последнего ждет человека. Вот Медраж есть интересный. Один очень большой негодяй захотел раскаяться. И он был такой негодяй. Ну, Медраж, это притча. Такой негодяй, что ангелы перекрыли, короче говоря, чтобы его молитва не дошла до Всевышнего. Так сказано, что сам Всевышний, он проделал отверстие под троном своим, чтобы эта молитва к нему прошла. Он говорит, не хочу смерти грешника. И когда любой человек может раскаяться, он ожидает эту молитву очень сильно. Такой Всевышний. И чтобы просто издеваться над людьми потом вечные муки, как представляют себе это многие люди других религий, так такого нет. В иудаизме такого точно нет. Получается, что вот эта вот вся вот эта вот идея, что я должен жизнь положить, чтобы другого там спасти, надо понять, как жизнь положить, сколько времени. Я же свою жизнь должен созидать. Так же? Но и немножко уделять внимание другим людям. Это тоже надо обязательно делать. Где мы видим здоровый пример этого? Мы видим здоровый пример этого у Авраама. Вот чем занимался Авраам? Первый, который вступил в связь с Всевышним. Мы видим вот Аврагам, ему Всевышний, часть своей буквы. Это то, что, допустим, христиане называют рождение свыше, скажем так. Вот он соединился, получил пророческий дар, он общался с Богом, он стал его избранником, он получил миссию какую-то святую. И что написано? Он приобретал души для Бога. Это очень важное занятие. Очень важное занятие. И это задание дано было еще от самого начала. Просто Нох в своем поколении не мог это делать. Поколение было более жесткое и жестокое. Когда ты в концлагере, ты не сильно будешь умничать, тебе бы выжить. Так же? Но когда уже ты не в концлагере, когда люди готовы это слышать, и ты молчишь, это уже другое дело. Поэтому правильно, вот эта идея благая веси пророки писали, что оно должно разойтись, как воды наполняют море. Все нееврейские люди должны сегодня нести вот эту благую вес, что примиритесь с Богом и живите по Его законам. Вот эти семь законов, семь красных линий, плюс неограниченное количество добра, как все мудрые сердцем. Насколько ваше сердце будет вас вдохновлять на это. Не для того, чтобы разрушить свою жизнь, уйти в монастырь, или уйти куда-то, погубив себя. Нет же. Есть мудрость Всевышнего, и он есть шалом, он есть гармония. То когда человек учит правильные вещи, понимает, он и свою жизнь строит, и от избытка, и другим помогает. И знаете, есть большое благословение, почему люди, которые привлекают души и включают их в ученический процесс, потому что просто сказать человеку помолиться, это очень мало. Надо подключить человека в ученический процесс. Вот у нас есть пример Аарона. Написано, что он приближал людей к Торе. Вот он зажигал эти светильники. Надо какое-то время потратить, чтобы зажечь масло. Пока оно разогреется, а потом ты убираешь, и тогда оно уже горит само. Так и человека. Человека мало сказать ему, что Бог, его надо подключить к ученическому процессу и увидеть, что он зажегся и сам начал учиться. Вот это вот, вот это и есть благая весть. Вот это и есть благая весть. Потому что просто родить ребенка и бросить, это же не годится. Но ему надо питание, надо здоровое питание. Надо питание, как Бог нам все это дал, это Тора, которую Всевышний дал нам с небес. И на таком человеке есть большое благословение. Вот в наших главах, которые мы сейчас учим, смотрите, такой человек, он получается, как посланник Всевышнего. Вот есть такое слово, его тоже используют, христианцы, апостол назвали. Вот. Но есть такое слово послание, когда человек, он делает то, что угодно Всевышнему, изменяет этот мир, делает этот мир жилищем для Всевышнего. Каким образом? Привлекая души, ставя их на пути Бога. Вот есть хороший пример, когда Всевышний Маше позвал на гору. И он говорит, Маше, зайди ко мне на гору, и пусть другие не порываются сюда войти. Пусть они там подгоройся, и пусть даже скот не подходит к горе. Задается вопрос. Всевышний общается со своим посланником, вокруг него создается даже опасное немножко поле, посмотрите. Почему? Потому что это человек посланник, это человек пришел взять Тору с целью нести ее людям. Это человек под особенным наблюдением Всевышнего. Возьмите Иосиф, например, который спас весь Египет. Его посадили в яму, там где змеи и скорпионы. Они его не тронули. Его посадили, в рабство взяли. Жена его, руководителя, обвиняла его, убили бы давно, его не тронули. Его посадили в тюрьму, его не тронули. Почему? Всевышний всегда был на нем. Он был посланником. И он распространял этот божественный свет. Поэтому, когда человек начинает это тоже делать, если он сам учится, ему же надо эти знания кому-то передавать, то на нем есть особенное большое благоволение. Это правда. Я хочу, вчера как раз в шаббат, там, ну, мы вспоминали, что говорил Любавический Ребе, вот, уже глава этого поколения, да, он говорил евреям, что пришло время, важно, какое время сейчас, да, пришло время возрождения еврейской жизни. И он говорит, каждый еврей должен взять на себя, вот как повели, да, должен взять на себя, это он должен самостоятельно, он должен это осознать и понять, должен взять на себя ответственность, вернуть в общину, вернуть к Всевышнему, к еврейскому образу жизни, по заповедям, минимум 10 евреев. И он говорит, поставьте это себе как цель, как и вы увидите благословение. Я думаю, что вот эта идея, она очень хорошо для любого человека. Когда человек, он живет, он учится, он работает, он трудится, но он должен добавить в свою жизнь, особенно сегодня, найти, увидеть, поставь себе задание, в течение дальнейшей жизни, минимум 10 человек, приобщить к Богу, привязать их и немножко разогреть их, подключить их к ученическому процессу. Сегодня же это просто. Знаете, сегодня даже в интернете, вот я смотрю, есть люди, вот мы кидаем уроки, раз там, сколько-то человек поделились. Я думаю, неужели другим безразлично, если ты сам это слушаешь, и ты понимаешь, что это полезно. Возьми, поделись в Фейсбуке со своими друзьями, возьми, кинь эту ссылку там, в WhatsApp своим друзьям, поделись, вот тебе, даже сегодня так легко, что даже ходить никуда не надо. Ты можешь за час сделать такой шорох в этом интернет-пространстве, принести очень много пользы людям. Потому что сегодня это все легко. Сегодня слово уже наполняет землю, уже наполняет сердца людей. Вот мы сейчас говорим, я даже не знаю, кто это слушает, в разных странах это слушают, кому-то это пользу приносит, где-то эта жизнь у людей меняется. А ведь может каждый в этом процессе просто не бить безразличным. И тогда и Всевышний не безразличный. То, что мы делаем снизу, реагируем на его желание. А его желание есть восстановить здесь, сделать в материальном мире себе жилище. И когда ты принимаешь участие, это притягивает благоволение небес. И тогда на тебя Всевышний тоже смотрит немножко по-особенному. Где-то он прикроет глаза на то, чтобы в другом разе не прикрылось бы. Где-то он включит долготерпение. А где-то он оградит тебя от всяких напастей, от всяких там каких-то негативных конкурентов. Все. Всем хорошей недели. Надо что-то взять из этого, то, что мы учим, и обязательно в материальный мир применить. Вот это вера. Вера, она должна быть в делах. Так что несите правильную благовесть и будет вам счастье.